Всем большой привет, дорогие мои зрители! Я заметила, что вам очень понравилось видео с баклажанами. Если вы еще не видели, то на канале у нас вышло отличное видео с баклажанами в сметанном соусе. Ссылка будет где-то на экране, а также в описании под видео я оставлю. Обязательно готовьте. Такие баклажаны отлично подходят в качестве горячего блюда. А сегодня я хочу приготовить холодную закуску из баклажанов. Тоже очень-очень вкусную и ароматную. Здесь у меня 2 баклажана весом 600 граммов. Сначала разрезаю баклажан пополам и на вот такие вот слайсы. Теперь подсолим баклажаны и оставим их где-то на 15 минут, чтобы они пустили сок. Подсолим с обеих сторон. Берем одну большую цибульку весом 250 граммов или можно 2 средние. И нарезаем на вот такие вот слайсы. Снова слайсы. Один болгарский перец тоже нарезаем на полосочки. Удаляем сердцевинку. 3-4 зубчика чесночка тоже мелко измельчаем. Мелко измельчаем. Мелко нарезаем. Также измельчаем небольшой пучок кинзи. Если есть жидкость, то ее слегка отжимаем. И будем сейчас обжаривать баклажанчики. Прогреваем растительное масло. Не слишком много, потому что баклажаны хорошо впитывают растительное масло. Выкладываем баклажаны и обжариваем их до румяности и готовности с обеих сторон. Ух! Шкварчить. Подрумянили с одной стороны, переворачиваем на другую. Ух! Какие они аппетитные, красивые! Баклажаны обжарили. Добавляем на сковородку немножко растительного масла. И до румяности, до золотистости обжариваем цебульку. Цебульку подрумянили. Добавляем сюда перец. Накроем крышкой и обжарим еще 5 минут. Чтобы перец у нас хорошо пропарился и был готов. Добавляем сюда 400 граммов томатов. У меня томаты в собственном соку, нарезанные на кусочки. Можно использовать свежие помидоры. Сюда же добавляем баклажаны обжаренные. И по желанию вы можете вот так вот еще разделить баклажаны вилкой. Старайтесь делать это именно на овощах, чтобы не дотрагиваться сковородки. Или можно сделать это заранее на тарелочке. Перемешаем все это дело. Снова накрываем крышкой. И будем тушить еще 5 минут. Смотрите, попробуйте по вкусу. Немножко подсолите при необходимости. Я попробовала и чувствую, что по моему вкусу нужно добавить буквально щепотку сахара, чтобы сбалансировать кислоту томатка и черный молотый перец. Добавляем всю эту красоту чеснок и зелень. Еще тушим 1-2 минуты и снимаем с огня. Как это вкусно пахнет! Как это красиво выглядит! Всех краски лета. Вау, какой аромат! Чеснок, кинза. Ой, вкуснятина. Представьте это с хлебом. Как это замечательно! Эту закуску подаем в холодном виде. Она еще настоится. И будет еще вкуснее. Вот такие замечательные баклажаны получились. Посмотрите, какое красивое, красочное, аппетитное блюдо. Они уже у меня почти остыли. Но когда они еще больше остынут, после холодильника будут еще вкуснее. Такие баклажаны можно подавать как закуску к любым блюдам. А можно вот так вот есть с хлебом. Что еще нужно летом? Вот такое вот сочное, ароматное летнее блюдо. Нужно наслаждаться, пока много дешевых, доступных овощей. Понятно, что здесь идеальное сочетание продуктов. Очень вкусно, ароматно, легко, просто и быстро. Я надеюсь, что вам пригодится. Я же с вами прощаюсь. Всем пока, до новых вкусных рецептов! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.